На адрес главного управления МЧС пришло более 100 детских рисунков и подделок. И выбрать победителей было довольно сложно, говорят работники МЧС. И добавляют, что работы выполнены на профессиональном уровне. 11-классница Таисия Севергунова из села Малобелозерка заняла первое место в номинации «Сам себе спасатель». Вот эта глиняная статуэтка особенно понравилась жюри. Перед тем, как придумать свою работу, пришлось прочитать много литературы на пожарную тематику, говорит школьница. Моя работа изображает козаков на привале, потому что наш запорезький край – это край славянных козаков, славных воинов. Поэтому я решила изображать именно козаков. Это сцена «Они гасят вогнище» после своего привала. Адже даже в те времена, в далекие времена козакства, уже тогда знали про руневную силу вогнища. Такой конкурс уже стал традиционным, и ежегодно в нем принимают участие дети из школ и интернатов со всей области. На протяжении месяца ученики писали рефераты, рисовали, организовывали викторины на тему пожарной безопасности. Все это оценивало жюри – представители управления МЧС, образования и науки. Они же определяли победителей. Я хочу сказать, что дети отнеслись более серьезно к нашим требованиям, более эффективные работы, более серьезные. И по работам мы видим, что дети действительно занимаются и знают правила пожарной безопасности. Это все делается для того, чтобы детям в такой игровой форме, через малюнок, через мистерство, там липки, показать, детям зрозумели, как важливо бережное ставление до огня, бережное ставление под час купания, на дорогах. Награждали победителей конкурса в одном из запорожских кафе. Кроме подарков и грамот, сознания в области пожарной безопасности, здесь ребята ожидали и вкусные угощения. Кстати, как сообщили в МЧС, за последние годы практически в три раза уменьшилось количество пожаров по причине детской шалости с огнем.